Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о форматировании текста. Основные настройки форматирования символов находятся вот в этом блоке на главной ленте. Здесь находится название шрифта. Дальше идет размер шрифта. Внизу настройки начертания, то есть это полужирный, курсив, подчеркнутый. Ну и некоторые дополнительные настройки, которые нужны гораздо реже. Например, кнопки увеличения или уменьшения шрифта. Это в основном нужно, если мы занимаемся какой-то оформительской работой, то есть какой-то плакат, объявление делаем. Потому что для официальных документов есть определенные требования по размеру шрифта, по типу шрифта и так далее. Дальше есть кнопочка изменения регистра, есть кнопки изменяющие цвет. Ну и вот эти вот все вещи, короче, это для оформительских всяких работ. Ну и плюс такие вот важные кнопки для написания простых формул, математических или химических. Это подстрочный и надстрочный символ. Ну это так вот галопом по европам, как говорится. Теперь давайте поговорим немножко более подробно. Первое, чего я хотел бы начать, это вот с шрифтов. Название шрифтов. Так, значит, посмотрите, шрифтов в принципе много. Во-первых, в самой Windows установлено достаточно много шрифтов. Плюс еще некоторые программы, которые вы устанавливаете на свой компьютер, они тоже устанавливают какие-то свои шрифты. Значит, современные шрифты, вот видите, у них такой вот значок, вот этот O. Значит, они уже содержат в себя множество самых различных символов. То есть, если в шрифте раньше помещались только латинские символы, знаки припинания и один национальный алфавит, то сейчас уже в шрифте, одном шрифте, может поместиться огромное количество символов. Ну вот, помните, да, есть вставка символ, другие символы. И вот тут мы можем листать и чего тут только нет. Да, то есть и арабские, и греческие, и всякие-всякие-всякие, короче, европейские всевозможные шрифты. То есть, символов очень много. Но, когда мы говорим о работе с документами на кириллице, нужно помнить, что, к сожалению, разработчики шрифтов иногда ленятся заполнять как бы все отделы шрифта и обычно заканчиваются только латинскими буквами и какими-то там знаками припинания. Поэтому, к сожалению, не все шрифты полезные, ну и, скажем, можно использовать для работ на кириллице. Значит, по умолчанию в Word установлен какой-то шрифт. Значит, я уже у себя провел определенные настройки и, соответственно, у меня установлено сразу Times New Roman и 14 шрифт. Хотя в Word обычно всех версий шрифт не 14, а мельче. Почему? Дело в том, что вот эти вот текстовые редакторы, они в какой-то степени хотят или не хотят, они наследуют какие-то традиции, заложенные еще во времена печатных машинок. И вот я еще застал это время, когда документы печатали на машинках. И если нужно было печатать какие-то слова на английском или на латинском языке, долго искали машинку. Это была очень большая редкость, с латинскими буквами. Печатывали, то есть оставляли для них место, печатывали и вот там вот буквы явно были меньше. То есть вот эта традиция осталась до сих пор. Ну и до где-то версии, по-моему, 2003 года Times New Roman был стандартным шрифтом. После этого начали вводить другие шрифты, как стандартные. Но, в общем-то, насколько я знаю, в Украине так точно, ну наверняка и в России, еще где-то, стандартным по-прежнему остался шрифт Times New Roman. И поэтому желательно как бы установить этот шрифт по умолчанию. Как это сделать, я расскажу немножечко позже. А сначала я бы хотел показать, какие бывают основные семейства шрифтов, которые используются в документах. Я сразу скажу, что я отбросил шрифты декоративные, то есть всякие рукописные шрифты, в которых вместо букв там всякие звездочки, стрелочки и тому подобное. То есть это оформительские шрифты. Я говорю именно об официальных шрифтах, используемых в документации. Так вот, оказывается, что основных семейств этих шрифтов, несмотря на огромное количество разновидностей, названий и так далее, всего лишь три. Давайте я буду печатать эти названия. Значит, первое это семейство Times. Так, сейчас сделаю масштаб побольше, чтобы нам было все видно. Вот это семейство Times. И видите, я сразу сделал шрифтом Times New Roman. Дальше. Второе семейство. Второе семейство. Это Arial. Я сейчас выделю и найду здесь Arial. Вот он так. И третье семейство. Это Курьер. То же самое я выделяю. Так, что я не понажал. Я выделяю. И выбираю. Здесь Курьер. Так вот. Эти шрифты у вас перед глазами. И теперь мы можем разобраться, чем же они отличаются друг от друга. Ну, во-первых, сразу же мы можем отделить вот это семейство Курьер от первых двух. Чем оно отличается? Посмотрите, вот в этих шрифтах каждая буква занимает на строке столько места, сколько ей нужно. Вот посмотрите, A большое, она большая, широкая. Соответственно, она занимает много места на строке. Вот это I или L. Они узенькие. Соответственно, они занимают совсем немного места. Ровно столько, сколько им нужно. Такая же картина и вот в шрифтах семейства Times. M широкое, много места. I узенькое, мало места. А теперь посмотрите. Шрифт Курьер. Какая бы ни была большая буква, она занимает на строке одно и то же расстояние. Посмотрите, I большая буква C, к примеру. И буква I, вот специально для того, чтобы это не бросалось в глаза, я делаю такое широкое основание и так далее. И каждая буква занимает на строке одно и то же расстояние. Для чего нужен Курьер? То есть понятно, что такой шрифт, он более рыхлый. Он смотрится немножечко перевовато по сравнению с другими. Дело в том, что самые первые компьютеры, которые появились и у них появилась функция набора текстов, дисплей у них был пока что еще не графический, а был в какой-то степени цифровой. То есть, грубо говоря, если представить себе дисплей, который разграфили вот как шахматная доска на квадратике, и вот в каждом квадратике компьютер мог вывести какую-то букву или цифру. Ну или просто закрасить однородным каким-то цветом или там полосочку какую-то провести. То есть компьютеры еще не умели рисовать вот такие вот кнопочки, буквочки там разноцветные и так далее. То есть все было очень просто, очень похоже на печатную машинку. И поэтому были столбики, были строки и соответственно в документе было строго определенное количество знаков на строке, которая жестко задавалась как бы в текстовом редакторе. И еще одна особенность первых текстовых редакторов, то что в конце каждой строки текстовый редактор ставил знак перевода каретки. То есть по современным понятиям он нажимал клавишу Enter, то есть как бы образовывал новый абзац. Поэтому если вы работаете с какими-то архивами электронными, используете такие тексты, то эти тексты при переброске допустим в Word будут выглядеть ужасно. Потому что правая граница, она выровнять ее нельзя и соответственно все строки будут разной длины. Так вот для удобства работы с такими старыми текстами поставили текст курьер, выделяем старый текст, применяем курьер и во всяком случае на экране и на печати текст будет ровный и удобно будет с ним работать. Теперь возвращаемся к первым двум семействам Times и Arial. Чем они отличаются? В принципе можно приглядеться и понять. То есть Arial это такой простой шрифт без излишеств. Видите, то есть буквочка A это просто три палочки, L это просто одна палочка и так далее. А теперь присмотримся к буквам семейства Times. Значит, есть вот такие вот детали. Вот внизу видите подчеркивание тут свисают такие вот штучки. Где-то линии утончаются, где-то утолщаются. То есть везде есть вот какие-то элементы. Вот эти элементы называются засечки. Это типографский термин. И вот эти засечки придают шрифту какую-то декоративность. То есть, казалось бы, шрифт Times красивый, декоративный. Действительно он используется в большинстве газет, книг, книгах, журналах и тому подобное. Для чего нужен Arial? Ну, дело в том, что у Times и Arial есть свои преимущества и свои недостатки. И они как бы прямо противоположны. А значит, можно сказать, что Times и Arial дополняют друг друга. Times хорош при шрифтах достаточно крупного размера. То есть, начиная от размера 10 пунктов и больше. Тогда он читается легко и с ним удобно обращаться. Но если шрифт используется меньше 10 размера или пусть даже крупнее, но мы должны смотреть издали на вот этот документ, то вот эти вот засечки, они начинают сливаться с основными линиями и читать как бы становится очень тяжело. То есть, мозг пытается распутать эту картинку и прилагает дополнительное усилие. А вот в Arial тут все наоборот. То есть, смотрится он как бы немножечко простовато. Но зато, если у нас будет мелкий шрифт Arial или, допустим, мы захотим сделать какую-то таблицу для презентации, то тут, конечно, лучше использовать именно Arial, потому что издали или мелкий шрифт читается Arial гораздо лучше. Итак, я надеюсь, мы разобрались, чем отличаются вот эти три семейства. И первое, что мы запоминаем, так, я выделяю, удаляю все лишнее, что для документов, официальных документов нужно использовать шрифт Times. Запомнили? Ну, не просто Times, а Times New Roman. Он называется в Word. Дальше, следующее окошко. Размер. Размер выражается в пунктах. И это, опять-таки, типографская традиция. Стандартным для, ну, скажем, советской печатной машинки был размер 14 пунктов. И вот эти стандарты, в общем-то, перенесены и в современное дело производства. Поэтому вторую, запоминаем, как бы циферку, это 14 пунктов для официальных документов. Возникает вопрос, в моем Word, в 2007, 2010, 2013 стоит другой шрифт. И, соответственно, неудобно каждый раз, начиная новый документ, переключаться опять на Times. Ну, не беда. Тут есть выход. В правом нижнем углу этого блока есть вот такой квадратик со стрелочкой. Щелкаем по нему. Открывается закладка подробной настройки шрифтов, расширенной. Все, что нам нужно сделать, нам нужно выбрать здесь Times New Roman. Здесь выбрать 14 шрифт. И после этого нажать кнопочку по умолчанию. Вот здесь возникнет вот такое окошко. Изменить используемый по умолчанию шрифт на Times New Roman 14 пунктов для. И вот тут нужно установить всех документов, основанных на шаблоне Normal. То есть это шаблон, который отвечает за настройку параметров нового документа. Все, жмем ОК. И с этого момента все новые документы, обратите внимание, именно новые, будут оформлены именно вот этим шрифтом. Times New Roman 14 шрифт. Я надеюсь, это понятно. Теперь продолжаем. Для выделения каких-то абзацев, заголовков и тому подобного существует возможность изменения начертания. Вот эти вот три кнопочки, ЖКЧ. И работают вот эти кнопки как триггеры, как говорят языки. То есть первый раз мы нажимаем, как бы функция включается. Второй раз нажимаем ту же кнопку, функция отключается. Ну, сейчас у нас есть пока только одно слово. Давайте его выделю. Вот нажал, жирный. Стало оно жирный. Второй раз нажал, вернулось так, как было. Вот эти вот три кнопки можно использовать в любом сочетании. То есть можно по одной, можно две, а можно три одновременно. То есть вот как нам будет удобно, так мы это можем и использовать. Вот эти три настроечки. Для того, чтобы быстро оформлять текст, нужно запомнить сочетание клавиш, которые вызывают вот эти вот команды. Давайте я по порядку буду записывать. Значит, полужирный шрифт. Это будет у нас сочетание клавиш. Ctrl B. Вот это B, это английская буква B. Поэтому, соответственно, нужно использовать клавишу внизу, там где русское И и английское B. От английского слова Bolt. Bolt это означает резкий, такой выделенный. То есть на самом деле он никакой не жирный, а он просто выделенный. Дальше. Следующая у нас буква К. Это курсив. Американцы называют этот шрифт итальянский шрифт. Поэтому сочетание клавиш у нас будет Ctrl I. Так и происходит оно от слова Italic. Итальянский шрифт. И последний вариант. Это подчеркнутый. Я выделяю ту букву, которая, собственно, нанесена вот здесь вот на кнопке. Подчеркнутый. Ну, это просто взяли английское слово. Подчеркнутый. Так, сочетание Ctrl U. Ну, а английское слово. Underline. Подчеркнутый. Вот у нас есть три сочетания клавиш, которые запомните. То есть они вам пригодятся. И сейчас я попытаюсь продемонстрировать, для чего же это нужно. Если мы запомним вот эти сочетания клавиш, мы можем оформлять текст прямо во время набора текста. Начинаю печатать. Пример. Дальше. Жму сочетание Ctrl B. Ctrl I. Печатаю слово выделенного. Для того, чтобы отменить вот эти вот настройки, опять нажимая Ctrl B, Ctrl I. Я надеюсь, вы обращали внимание, что здесь кнопочки сначала нажались, потом отжались. Пробел текста. То есть, видите, я, когда печатал вот этот пример, я за мышку вообще не брался. То есть я не нажимал мышкой вот эти вот кнопки наверху, а я использовал просто сочетание клавиш. То есть это дает возможность сразу же, не отрывая руки от клавиатуры, тут же выделять, ну и, соответственно, тут же набирать. То есть, запомните, пожалуйста, что в Word есть два правила наследования. Наследование имеется в виду форматирование. Так вот, для символа, для нового символа следуется форматирование символа, который находится слева от него. Ну, давайте я приведу пример. То есть, допустим, я вот здесь, в этом слове пропустил одну буквочку. Вместо текста получилось текта. Я вставляю курсор на нужное место, вставляю букву S и, видите, она обычным прямым шрифтом напечатана. А теперь давайте предположим, что вот в этом слове пропущена буква. Вот, я ставлю в нужное место курсор, нажимаю букву O и она будет жирная и курсив. Почему? Потому что слевее от нее, буквочка ближайшая, тоже была жирной и курсив. Теперь давайте поговорим о дополнительных настройках текста и говорим о том, как вводить формулу. Давайте для начала введем формулу химическую. Ну, вот есть серная кислота, да, H2SO4. Вот, я пока что просто ввел без форматирования, но вот эти вот цифры 4 и 2 нужно сделать подстрочными. Для этого мы выделяем циферку, помните, это можно сделать shift стрелочка налево, в данном случае. После этого я попробую для начала мышкой показать, жму подстрочный символ, вот эта кнопочка, нажали и вот у нас уже все красиво. Перемещаемся на второй символ, выделяем, опять жмем мышкой и все получилось. Для того, чтобы продолжить набор, посмотрите, видно, что здесь, так, это вверх, курсор маленький. То есть, если я продолжу печатать, будут подстрочные символы. Для того, чтобы продолжить набор обычный, я должен отжать эту кнопку и после этого уже печатать дальше. Дальше, давайте напечатаем математическую такую вот формулу, простую. Ну, допустим, x квадрат плюс y в кубе равно z. Сначала просто печатаем буквы и цифры. x квадрат плюс y в кубе равно z. Теперь, по аналогии с предыдущим примером, выделяем символ. На этот раз нажимаем уже надстрочный. Давайте я, раз я уже взял мышку и мышкой сделаю, выделю. Нажал надстрочный символ. Вот так быстро и легко получаются вот такие простые формулы. Сложные математические формулы мы будем разбирать в отдельном занятии. Ну, а с химическими сложными формулами, боюсь я, средствами ворда не получится обойтись. То есть, это нужны специальные программы для набора именно химических форм. Ну, и понятно, что мы не можем обойтись без сокращений или как-то сказать, горячих клавиш, как это называют. Так вот, давайте я напишу надстрочный символ. Это будет сочетание control, дальше shift и клавиша равно. Давайте я, чтобы она отделялась, я сделаю в таких вот квадратных скобках. Вы понимали, что эта клавиша с символом равно. Ну, и подстрочный символ. Не привыкну к клавиатуре ноутбука. Делаю ошибки. Тут попроще. Тут просто control, control и знак равно. Теперь давайте попробуем. Ну, допустим, я напечатаю, выделяю вот эту двоечку. Зажимаю, control, shift, равно. Получаю надстрочный символ. Обращайте внимание, да, вот здесь нажалась тоже кнопочка. Если я еще раз нажму, control, shift, равно, опять вернется на стандартный размер. Если я просто нажму, control, равно, это будет уже подстрочный символ. Еще раз, control, равно. Возвращается обычный. Можно проскакивать, то есть, control, shift, равно надстрочный, control, равно подстрочный. Тут все просто и легко запомнить. Следующая проблема, которая касается именно shift. И я опять-таки не разбираю вот эти вот всякие цвета там и тому подобное, потому что это в официальных документах практически не применяется. Я говорю именно про дипломную работу или курсовую работу или научную статью, где все ведется в черно-белом варианте в таком стиле. Следующая проблема, это если нам нужно изменить регистр каких-то слов. Ну вот, допустим, я начинаю новую главу и пишу какое-то название. Название главы. Потом узнаю, что по правилам оформления название главы должно быть всеми заглавными буквами. То есть многие на этом моменте просто все стирают и вводят по новой уже зажав капслок или просто shift. На самом деле это абсолютно лишнее. То есть можно выделить вот этот набранный текст. Сейчас я нажимаю shift home, выделю и у нас есть возможность использовать кнопочку на панели инструментов. Вот эта кнопка регистр. Открываем. И здесь, как видите, пять вариантов изменений регистра. У нас интересуют все прописные. Вот я нажимаю все прописные. Видите, моментально становятся все прописные. Или мне нужно, не знаю, там, начинать как в предложении. Пожалуйста. Для английских текстов является полезным, чтобы каждое слово начиналось с прописных. У них в заголовках так принято. Вот, пожалуйста. Или все маленькие, то есть строчные буквы. Пожалуйста. Все это работает. Ну и запомните, что для этой функции тоже есть сочетание клавиш. Это сочетание клавиш shift и функциональная клавиша f3. Давайте тоже я возьму ее в такие квадратные скобочки, чтобы было понятно, что это не f и отдельно 3, а это клавиша f3 наверху. Ну вот, давайте я вернусь к нашему примеру. Зажимаю shift и f3. И видите, все первые буквы становятся большими. Ну, значит, это как бы сработал в Word английский стандарт. Дальше жму shift и f3. Все прописные. Еще раз shift и f3. Все строчные. То есть клавиша вот эта shift и f3 предлагает нам 3 варианта. Не 5, как было, да, под кнопкой. Всего лишь 3 варианта изменения регистра. Но в подавляющем большинстве это вполне достаточно. Что касается первых двух, в смысле двух вариантов, когда все прописные и все строчные. И тут как бы однозначно все работает. А вот третий вариант. Вот я, честно говоря, закономерность так и не нашел. В некоторых Word так работает оно по нашим стандартам. То есть просто первая буква в предложении делается большой, остальные маленькие. А иногда работает по английским или как американским стандартам. Ну, наверное, английским все-таки. Когда каждое слово начинается с большой буквы. В заголовках так принято. Причем я уже смотрел и региональные настройки и так далее. Стандарты, ну, не совсем понимаю. Видите, вот тут большие буквы, только первые. То есть это английский стандарт. Ну, бог с ним. Если вам недостаточно вот тех настроек, которые мы с вами только что рассмотрели. В этом случае вы нажимаете в правом нижнем углу вот этот значок. Или вот видите подсказка на экране. Жмете Ctrl D, близкое. И какая-то вот такая вот панелька. В которой есть и те вещи, которые мы с вами настраивали прямо отсюда. И есть дополнительные какие-то настройки. Что имеется ввиду? Значит, ну, как минимум есть подчеркивания. Не только прямое, а самые разные варианты. Видите, вот куча разных вариантов. Но опять-таки нужно помнить, что это касается только неофициальных документов. В официальных документах просто подчеркивание одной чертой. То не всегда. Если вы используете подчеркивание, то можно выбирать и цвет подчеркивания. Любой, какой вам придет в голову. Можно использовать еще зачеркнутый шрифт. Вот, смотрите, в примерах. Двойное зачеркивание. В два раза зачеркнули. Ну, обычно опять-таки это с декоративной целью используется. Надстрочный, подстрочный мы с вами рассмотрели. Из вот этих настроек для нас самое главное, это вот это вот все прописные. То есть, видите, можно нажать Shift-F3 и изменить регистр. А можно задать атрибут Shift-A и сделать, ну, поставить настройку, что здесь будут все прописные. И какими бы буквами оно не было написано, соответственно, они будут прописными. В чем разница между Shift-F3 и вот этой настройкой? Ну, вот, посмотрите. Все прописные я поставил. Жму ОК, у меня все стало прописными. Опять захожу сюда, снимаю птичку, жму ОК, у меня восстановилось, как было. То есть, когда мы жмем Shift-F3, мы действительно меняем символы, ну, допустим, маленькие на большие. А когда мы ставим птичку, то на самом деле исходный текст остается нетронутым, но на экран выводятся только все прописные буквы. В этом есть определенные разницы. Ну, и плюс вот эта настройка, все прописные, там, допустим, она может использоваться в стилях, в которых мы будем говорить через некоторое время. На этом первую часть занятия, посвященную форматированию текста, мы заканчиваем. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если возникают вопросы, пишите в комментариях. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok